ПОДПИШИСЬ! В стойке. В стойке. Провщина уже тут же сменил его на левшу. Вообще Масленников такой очень боец нестандартный. И стойки часто меняет. И работает в таком крайне неудобном, каком-то затяжном, каком-то, кажется, медленном темпе для соперника. Но в то же время пока никто на профринге ключей к Васильеву найти не сумел. В любителях Вася в полуфинале Кубка России стартовал с победы. И вот сейчас у Александра Литвина есть шанс преподнести, наверное, одну из главных сенсаций Кубка России и забрать победу у хозяина ринга Василия Масленникова. Смотрим. Регламент здесь классический. Три раунда по три минуты. Подсчет очков десятибальный. Клинч локса, естественно, разрешается. Это тайский бокс. Его самым лучшим проявлением возможно практически все. Заходит здесь с таким длинным затяжным правым прямым Литвин. И тут же потом бросает локоть разворота. Но довольно медленно все это было. Василий комбинацию соперника прочитал. Василий свой полуфинальный бой выбрал. По сути дела за счет только одних прямых ударов руками. Так уже в третьем раунде показал он, что умеет бить колено в прыжке. Несколько раз из клинча выбросил эти удары по визави. Но тогда в полуфинальном сражении рост позволил Василию держать соперника на дистанции. И за счет этого он и забрал победу. Минута! 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 И тут же Василий наказывает за провал соперника очень неприятным и жалющим джебом. Обратите внимание, у Литвина уже разбит нос. Это следствие тех самых ударов с рук Василия. А Василий пропускает в размене. Пропускает причем несколько раз. И так заморгал глазами Вася. И еще один влетает размашистый левый боковой по голове Василия Масленникова. Сейчас не просто приходится межгородскому бойцу. Литвин показывает, что он готов забрать Кубок России 20-23. Проверяет корпус соперника фронт киком Василий. Поджимает в угол Литвинант, но никак не разрядится Василий. И все! Первый раунд завершен. Соперники расходятся по углам. И есть что обсудить с секундантом Василия Масленникова. Были у него проблемы по ходу первый раунд. Я вам не сказал, что Александр Литвинов секундирует Роман Куприянов, тренер Майсовского клуба «Маэстро», который, судя по всему, доволен тем, как Александр провел первый раунд. Вот сейчас видели мы бэк-кик в исполнении Литвина. А вот здесь тот эпизод, когда после подклада на Киев Литвин здорово пробил в образ солнечного сплетения. Не заигрывайся, все четко. Повнимательней, слышь, Сань. Повнимательней. Вася Кудате, Василия Масленникова попросили Василия продолжать работать с джемом, но при этом не забывая смещаться. Действительно часто Василий оставлял голову на линии атаки и, как следствие, получал от Александра Литвина неприятные подарки. Сейчас подсел Василий Масленников под соперник и стал с ним одного роста. Так, снова слезть в обмене джемами. Василий Масленников и попадает, и пропускает. А сейчас не успел Василий достать соперника после размена. Вроде бы пятится Александр Литвин, но, тем не менее, успевает он уходить именно на ту дистанцию, чтобы Василий его не достал. От Василия, конечно, лучше по прямой не отходить. У Василия очень длинные руки, очень длинные ноги. И это все для того, чтобы настигать соперника в контратаках. Так, сейчас поскользнулся Александр Литвин. У просит рефери секунданта Василия Масленникова протереть угол. Василий постоянно поджимает соперник. Вот сейчас с разножки фронт-кик. И то хай-кик в ответ от Литвина. Очень классно он в прыжке. Несмотря на то, что одну ногу его держал Василий, сумел поднять свой удар в голову. Агрессивно настроен Литвин. Это чувствуется по всем его движениям, по языку тела, что называется. Василий спокоен. Пока спокоен, вот колено от Василия Масленникова. И здесь пришли бойцы подраться прямо практически на комментаторскую кабину. Вот секунданта Василия Масленникова мы с вами наблюдаем. Обратите внимание, что на дальнем плане тот самый Игорь Солопаев, заслуженный тренер России, который в прошлом поединке помог Сергею Горохову одержать победу на кубке страны. А сейчас пытается он привести к победе Василия Масленникова. Василий, кстати, долго уговаривали принять участие по любителям. В итоге Василий согласился. Но теперь самое главное Василию после финального боя не пожалеть. Вот сейчас разящие локти, просто как топорами здесь пытается разрубить голову соперника Василий. И страшнейшие удары под ребра от Василия Масленникова. Вот сейчас нехорошо было Александру Литвину. Кивает он, показывает, что все нормально. Но, согласитесь, было непросто московскому боксеру. И не надо зажиматься, не надо Литвину зажиматься в углу. Здесь Василий будет продолжать его бить. Александру надо пытаться делать то, что он делал в первом раунде и в начале второго. Самому старался работать с первым номером и заставлять Василия раскрываться, заставлять того ошибаться. Василий Масленников далеко не безупречно обладает техникой. И он пропускает удары, и это было в том числе и в полуфинальной его поединке, где несколько раз соперник доставал Василия. Другое дело, что тогда Василий сам очень много бил. И вот в втором раунде Нижегородец наконец-то сдавелся и совершает его очень неприятным для Литвина ударом во локте. Это все. Второй раунд из стекла. Мы с Вами отправляемся на последний в этом бою перерыв. И послушаем секундантов Литвина и Масленникова. Держи его на дистанции. Левый, левый, правый. Давай, давай, давай. О да, еще раз. Хорошо. Давай. Хорошо. Делай, делай, делай. Настройся, последний раунд. Поработать надо сейчас. Собрать эту раунду. В углу Василия Масленникова так в спокойном режиме призвали Василия поработать в третьем раунде и обязательно его забрать. Действительно, есть такое ощущение, что по раунду может быть один-один. Потому что в первом раунде Александр Литвин смотрелся на много картине. Во втором, за счет концовки, возможно, Василий раунд забрал. Хороший высекающий лоу-кик от Александра Литвина. И здесь натыкается на бэкфейст Василий Масленников, пытаясь подойти к сопернику. Он подходил без ударов. Это, наверное, одна из самых грубых ошибок, которые может допустить правый боец. Идти на соперника ничего не выбрасывает. Тем более, что длина конечности позволяет Василию просто как шпагу выставить перед собой левую руку или правую руку. В зависимости от того, какая у Василия передняя, а он часто меняет стойки. Он сейчас оказался в легче. Сейчас здорово играет корпусом Литвин. Еще и успевает выбросить правый мидл в корпус Василия Масленникова. Снова удаст разворот. Но все-таки задавил Василия Масленникова своего визави в угол. И перевесив того, что через канаты просто добивает сверху. Застаивается Александр Литвин. Он сейчас здорово, здорово он встретил Василия Масленникова. Похоже усыпил бдительность нижегородского бойца Александра Литвин. И тоже он с передней руки сейчас хорошо встречал Василия. Дошел он от размашистой боковой до головы Василия Масленникова. Василий через джеб пытается пробить оборону соперника. Причем снова поменял Васю стойку. Сейчас опять работает в левше. Почти невидимость сегодня ударов ногами от Василия Масленникова. Похоже, что просто он не верит сегодня в эти удары. А вот зато локти у него вылетают очень-очень здорово. Сейчас снова куда-то в область ребер засадил Василий удар. И здесь так на отклоне попытался правой рукой зацепить Александр Литвина. Очень большие паузы берет Литвин. Так тяжело будет ему вырвать финальный раунд. Сейчас просто собирает на себя, сажавшись в углу Александра удар и Василия. А Василий такое ощущение, что не пытается особо вкладываться в удары. Скорее работает на набор очков. Колено от Василия Масленникова и тут же. Очень медленная серия вот тех самых таких неторопливых ударов. Я даже не знаю в стиле кого. Но может быть там в лучшие годы так и могли работать братья Кричко. Постоянно вот этот вот какой-то бы кошачий удар с передней руки. И соперник постоянно вынужден эти удары собирать. Здорово сейчас передней рукой работает Василий. Подключает дальнюю. И все удары заходят. И вот оно колено в прыжке от Василия. Снова на бис. Снова под конец боя, как и в полуфинальном поединке. Выбрасывает Василий летящее колено. При этом обняв соперника за голову. И все. Завершён третий раунд. В углу Василия довольны. В углу Александра Литвина эмоции более скромные. А мы с вами ждём судейского решения. Выложились на пол. Парни у Александра Литвина более ярким получилось. Первая часть этого боя. В первом раунде он смотрелся очень здорово. Но вот во второй половине схватки Василий Масленников пожалует, что инициативу отбоевал. Надо кусать. Надо кусать. В первого килограмма стал способен из красного угла. И внешнего номера Василий. Василий Масленников становится обладателем кубка.